У вас сегодня корпоратив? Не корпоратив, а межконфессиональный праздничный вечер. Пьянка отменяется. Что? Новогодние вечера во всех филиалах отменены. Это пустая трата денег. Что непонятно? Всех с Новым Годом! Привет! Да, рад что у нас праздник! Привет! В России в этом году большая часть работодателей не планирует устраивать новогодние корпоративы. Это выяснилось в ходе опроса портала «Работа.ру». 75% респондентов рассказали, что в компаниях, где они трудятся, праздника не будет. А в некоторых российских регионах корпоративы и вовсе отменены. В Саратовской области решения о запрете еще не было. Новогодний корпоратив, скажите, будет у вас? Нет, у меня не будет точно. А так и организации, в которой не принято сделать новогодние корпоративы. Никогда, да? Ну, это производственная организация, она работает 24 часа в сутки. Там просто некогда. Не будет корпоратив, да, в связи с пандемией, что очень много людей болеет, чтобы не провоцировать. Ну, мы просто сами отказываемся из-за коронавируса. На корпоративе я работаю диджеем. Как в этом году заказы? Очень много. Каждый день уже забиты с сегодняшнего числа. Не сегодняшнего, уже недели две корпоративы идут. И вот до 31 числа все очень сильно забито. Будни, выходные полностью. И не один корпоратив, получается, там по три, по четыре корпоратива в одном зале. Ну, новогодний корпоратив – это некая традиция. Когда люди отчитывались об итогах года, планировали следующий год. И здесь еще руководство все-таки на сплачивании команды. Потому что очень важно, чтобы люди видели друг друга в неформальной обстановке. И Новый год – это всегда праздник для людей. Между тем, в региональном Роспотребнадзоре считают, что любое массовое мероприятие в период пандемии может обернуться новой волной ковида. Поэтому так важно соблюдать все меры предосторожности. То, что касается проведения массовых мероприятий, это ограничена численность посетителей до 50 человек, при условии, что предприятие общественного питания имеет площадь помещения не менее 4 квадратных метров на одного человека. Доступ посетителей в предприятие общественного питания осуществляется при наличии QR-кодов. До 23 часов все мероприятия проводятся. Входная зона предприятия общественного питания должна быть оснащена кожными антисептиками для обработки рук посетителей или наличие дезинфицирующих салфеток. И также есть ограничения по расстановке столов. То есть столы должны быть расставлены с учетом соблюдения социального дистанцирования не менее полутора метров от посетителей друг от друга. Период с середины декабря по середину января считается самым прибыльным за весь год. И ресторанный бизнес перенес большое потрясение в связи с ограничениями. Тем более, что в прошлом году подобные мероприятия были под запретом. Я считаю, что в этом году, конечно же, после предыдущей пандемии еще ни один, наверное, ресторан, но это мне так кажется, не оправился до конца, не вышел на прежний уровень выручек. И, конечно же, ресторанный бизнес, ну, так скажем, пострадал. Но, тем не менее, гости все равно хотят праздника. Люди не могут долго сидеть дома. Возможно, многие чуть менее склонны в этом году условиях пандемии или каких-то карантинных мер отмечать праздник в ресторанах. Но, в целом, я бы не сказала, что это прямо вот минимум человек. В целом, зал, я думаю, будет заполнен с той численностью, которую мы можем себе позволить. Вот только будут ли соблюдать все предписанные меры и остальные заведения Саратова? Скорее всего, не все. Смотрите, самые распространенные даты, они уже все заняты. 23, 24, 25 и 17. Начало обозначается индивидуально все обсуждаемое и до 23.00. То есть строго-то обвиняемое, да? Да, да. И QR-коды вы тоже проверяете, просто у нас не все вакцинированы. Еще вот это нужно обсуждать при встрече. Так, в малом зале, в принципе, как-то предварительно все даты свободные. В принципе, без ограничения по времени заработают до 6 утра. Если вы захотите бронировать, без оплаты 90 тысяч рублей в бронидаты. У нас, к сожалению, не у всех есть QR-коды. Не получится ли так, что человек придет, а его не пропустят? Давайте я сейчас уточню управляющих костяное решение к QR-кодам ситуацию еще. В этом году все побоялись рестораны снимать в центре, поэтому в основном те корпоративы, которые есть, они на турбазах. Это закрытые помещения, где, наверное, не будет проверок, потому что боятся, как в прошлом году, когда были проверки. Поэтому веселиться там будем. Не так много, как хотелось бы, но хотя бы они есть, потому что в прошлом году все корпоративы были в онлайне, и не было ни одного предновогоднего корпоратива. Я удаленно работаю на московскую компанию. У нас в Москве был корпоратив, но я только посмотрел трансляцию в Ютубе, потому что нахожусь в Саратове. Ну, там все положено по QR-тестам или по ПЦР, то есть все меры безопасности были соблюдены. Ну, по факту все равно эти правила не исполняются. Уже все устали от этого. Кто появился, я думаю, тот может идти. Все же будут потихонечку собираться вот так тут, чтобы никто не знал потихоньку. Будут все-таки, это же корпоратив. Молодежь вся гуляет, празднует, хотя столько больных. Жалко, что мы такие несознательные. И неважно, будет ли у вас корпоратив или нет, главное, чтобы он не закончился, как в известном фильме. Берегите себя и не только от коронавируса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова